Их это как бы, судя по тексту, не касалось. Как бы вы себя чувствовали, если бы некоторые пришли рядом, жили бы за ваш счет, вас бы покупали в рабство, а эти вот чувствуют себя хорошо. Как бы вы чувствовали себя? Добавьте ко всему этому, что они все евреи. Ну и их брат умно всем распоряжается. Знаете, как евреи умно всем распоряжаются? Чем закончился ум для египтян? Ну, понятная история. Ну, понятно или нет? Послушайте, читайте Писание, оно описывает некие события, и вы должны проникаться тем, что чувствовали, и реакцию людей, которые в этом всем участвовали. В общем-то, приходят люди, которые мерзкие в глазах тех, кто поклоняется Богу Солнца. Египтяне поклонялись Богу Ра. Это Бог Солнца. И приходят скотоводы. Люди, не того рода занятий, которые были нормальными для египтян, это номер раз. Номер два. Они поклоняются еще не тому Богу, которому надо. Это номер два. С течением времени, судя по всему, поклонение евреев, оно изменилось. Евреи начали поклоняться не тому Богу. С течением времени, судя по всему, молились они тому Богу, а поклонялись не тому. Взывали они к Богу Абрама, Ицхака, Иакова. Извините, а для поклонения, когда они вышли из Египта, что они сделали? Тельца. Тельца. И причем, показывая на него, они говорили, вот так выглядит Бог, который вывел нас в неприятности. Понятно, да, о чем мы говорим? То есть, взывали они к Богу Абрама, Ицхака, Иакова, судя по всему. Но были некоторые сложности в представлении о методах поклонения божеству. Несмотря на то, что им сказали, лучше вам так не делать. Следующий легкий вопрос. Следующий легкий вопрос. Это мы все про исход. Вы же помните, да? Песах, исход, там, туда-сюда. Скажите мне, пожалуйста, что раньше евреи сделали? Получили скрижальность завета или книгу завета? Славася. Раньше, чем скрижали. Я правильно помню? А завет когда был? Книга завета. А завет был после книги? Хорошо. Завет был до скрижали или после? До скрижали. До скрижали. Хорошо. Завет до скрижали? А книга? Перед скрижали. Перед скрижали. Согласен? В смысле книга? Я говорю в прошлый раз спасибо. Это авторитетный источник знания. Это сильно просто. Большое спасибо, что вы запомнили, что я говорил. Теперь еще осталось немного. Местописание. Правильно. Только тихо. Называйте главный, называйте тише. Тем более правильно назвали. Да. Надо иметь уши такие, как у меня. И? Исход. Точнее немножко. От 20-ти нет. Однозначно. Тридцатая глава. Нет. Не угадали. Правильный номер главы огласите, пожалуйста. Шошо. Вы говорили, правильный номер главы. Двадцать четвертая. Двадцать четвертая. Уже не уверена, но правильно все равно. Все равно двадцать четвертая. Но он сказал двадцать четвертую. Я с ним согласен. А вы про тридцать вторую. Это уже про спожжары. Нас будет интересовать последний стих двадцать четвертый. Ну, первые стихи это заключение завета, книга завета, крапление кровью книги завета. Вот здесь написано. А здесь что написано? И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, которую Господь заключил с вами о всех словах всех. И покропил и народ, и книгу. Завета. И последний стих. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору. И был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей. Понятна последовательность? И скрижали появляются в тридцать второй главе. Тридцать второй появляется в скрижали? Угу. Видите? Я все-таки говорил неким образом. Хорошо же помните. Но лучше проверить по описанию. Ясно, да? Да. Тридцать вторая, пятнадцатая стих. Тридцать вторая, пятнадцатая стих. Что написано? И обратился, и сошел Моисей с горы. В руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон. И на той и на другой стороне написано было. Скрижали были дело Божие, и письмена начертаны, на скрижали были письмена Божьи. Отлично. Итак, мы видим, что в общем-то завет был заключен. И на основании завета они получили знамение завета, которое Бог дал Моисей на скрижали. Завет существовал, равно как и обетование существовали. И мы говорили о том, что обетование является первичным по отношению к завету. Обетование – некоторая форма, которая может существовать без завета. Но для человеческой уверенности лучше иметь форму завета. Она дается как высшая форма обетования. Обетование – high level. Завет. А лучше еще с залогом. Да, ну, как вы предпочитаете? Договор с залогом или без? С залогом. С залогом – хорошо. Вот я тоже. С предоплатой – это вообще… Сто процентов – это вообще хорошо. Залог – это предоплата маленькая. А вот если сто процентов – это да. Но у нас только… Она, в принципе, очень большая, но это не все еще. Что? Предоплата очень большая. Ну, куда больше. Но больше рассчитывать не приходится. Да, еще, оказывается, есть что-то. Но поскольку это залог, то есть нечто большее. Больше. Слушайте, если Дух Святой – это залог, я понимаю, что уже больше ничего нельзя придумывать. Но это нас ожидает еще нечто большее. Да, исполнение Елизавета, да. Но это первая глава Петра. Первое послание. Первая глава. Говорит, вас призвали к наследству чистым, нетленным, и невидаемым, хранящемуся на вас, для вас где? На небесах. И поэтому вы имеете залог, а потом, когда придете, получите наследие. Отлично. Я знал, что вам понравится. Чего? Первого Петра, с первого стиха там будет очень хорошо. К чему вы призваны? Там написано, к чему вы призваны? Я всегда спрашиваю, вы хотите знать свое призвание? К чему вы призваны? Хотите? Точно? Призваны к тому, чтобы исполнить Твою Божию. Там так написано? Нет. А вы прочитаете, что там написано? Что написано? Наследствие и тену. Нет, про наследствие я понял. Там еще чуть-чуть раньше было написано, к чему вы призваны. Ну, краплению крови. Послушанию. О, послушанию, смотрите, какая неожиданность. Какая неожиданность. Вы призваны к послушанию, да. И причем могу вас уверить, если не будете послушны, вот того, что с четвертого стиха, того не будет. Наставникам. Потому что они все время пекутся. Между прочим. А у вас? Вы не в курсе были? Я еще раз, наверное, объясню. Вопрос достаточно интересный, любопытный. Мы были призваны к послушанию. Устройство церкви достаточно простое. И, в общем-то, не замысловато. Он поставил в своем теле служителей. И, в общем-то, назвал их определенными именами, должностями, как хотите их определить. Одних он призвал апостолов, других пророками, евангелистами, пастырями, учителями. И он это сделал. Он их поставил в своем теле. Для чего? Для совершения святых на дело служения. Скажите мне, пожалуйста, святой, он может совершиться самостоятельным образом? Каким образом? Дан нам учить их духу. Нет, извините. Написано, что он поставил апостолов, пророков, учителей. Там перечень, да? Для совершения святых. То есть, Бог делает некие странные вещи. Бог делает некие странные вещи. Святые, оказывается, могут совершаться самостоятельно, а он зачем-то ставит еще вот этих. Или вот эти нужны для совершения святых? Необходимы. То есть, он поставил, потому что они необходимы для того, чтобы они совершали святых на дело служения. Скажите мне, пожалуйста, чисто теоретически, а младенец может самостоятельно вырасти? Кто-то его должен, извините меня, растить. А вы считаете, что в Царстве Божьем все не так? Сами могут вырастать? Не могут. Ну, логика же очень простая. Сами не могут. Их надо, что? Взращивать. Кто-то должен кого-то растить. Послушайте, я встречал некоторое сообщество людей, которые пытаются быть отцами, сами не будучи взращенными отцами. То есть, грубо говоря, выросли серотами и пытаются стать отцами. Понимаете, что это достаточно странное занятие. Он не знает, что это. Понимаете, что сирота не знает, что такое отцовство. Почему Моисей мог вывести народ из рабства? Ну, еще какая версия? Почему Бог сказал именно ему? Спасибо большое. Почему он был свободным? Моисей не был рабом. Моисей воспитывался в доме фараона. Когда, ну, в общем-то, при определенных обстоятельствах его родные не приняли его, он немножко испугался, потому что он сделал накануне, то он решил, что сделать? Убежать. Но при этом он, извини меня, остался каким? Свободным. И Бог призывает свободного человека вывести рабов на свободу. Проблема заключается в том, что вам нужен тот, кто был свободен для того, чтобы вас вывести из рабства. Вам нужен тот, кто знает, и тут, ну, куда идти? Ему рассказали. Понятно, о чем я говорю? Вторая любопытная деталь. Проблема рабов, знаете, какая? Такая? Они не хотят смены строя. Рабы? Нет, их не устраивает. Еще раз, вы услышите, пожалуйста, меня, не гадайте, уже послушайте чуть-чуть. Рабы не хотят менять рабовладельческий строй. Они хотят сменить место в этом строе. Да! То есть, нормальный, строй хороший, только место неудачно выбрали. Место неподходящее. Нам бы быть, ну, сверху. А вот этим, который сверху, надо быть как раз... И мы им расскажем, как они по отношению к нам поступали. Это же справедливо. Понятно, о чем идет речь? И Бог говорит, мне не нравится. Говорит, вообще, когда раб становится... Говорит, у него тут не совсем хорошо. Вот здесь плохо. Это не его место. Почему? Потому что он по натуре раб. И когда раб становится господином, это есть плохо. Он не может себя нормально вести. Да, он становится тираном. Почему? Он раб. И если вы посмотрите на восстание рабов, они хотели сменить место. Но не хотели менять строй. Понятно, да? Послушайте, была определенная проблема у ребят, которые вышли из Египта. была определенная проблема. Шаббат приходилось давать под угрозой смерти. Шаббат давали под угрозой смерти. Ну, у рабов, как вам объяснить, нету пятидневной рабочей недели. У них даже не шестидневка была. семь. Причем без отгулов, отпусков и выходных. То есть не предусматривалось. Пахать надо было, извините меня, всегда. И когда этих ребят выводили, они говорили, слушайте, надо отдохнуть хотя бы один день в неделю, они говорили, подожди, как это, что такое отдыхать? Мы не в курсе. Тут пойти что-то собрать, чем-то занять, себя надо, как это, вот лечь, лежать и ничего не делать. Ты что, всю жизнь мы работали, извините меня, круглый год, как это, выходной. И выходной это была революция в сознании. Послушайте, в выходной это была революция в создании всего человечества. были те пацаны, которые ничего не делали никогда. Ну, они хозяева были. А все остальные, извините меня, были либо нанятые работники, либо рабы, которые должны были что делать? Работать. Все. и вдруг выходит народ рабов, которые говорят, кстати, у вас выходной, шестидневная рабочая неделя. Они говорят, что ты сказал? Хочется что-то... Ну, и те, кто хотели, им тоже говорят, давайте отойдемте, будете отдыхать. Всегда. Ну, знаете, кого-то надо было, чтобы остальные поняли, что, а, так отдыхать надо. В смысле, это он серьезно сказал. Знаете, говорят, в Германии зайцем никто не ездит. Знаете, нет? Говорят, что в Германии не ездят зайцем. Ну, потому что, когда был там Гитлер пришел, он один раз вывел, расстрелял, а с тех пор не ездит. Ну, кто знает, может, завтра опять кто-то проверит. Один раз проверили, расстреляли, и все. Как-то нормально. Люди поняли, надо платить за билеты. Ну, немцы вообще аккуратные, ребята. А судя по всему, до этого не были такими. Ну, как-то они их воспитали. Вот точно, что с евреями отвели, в сторонку кушать. И все, отдыхайте в этот день. Говорят, все, понятно. Так бы сразу и сказал, мы бы отдыхали. Понятно, да? Вы знаете, что шабаты до этого, в принципе, не существовало для человека. И что, новая свежая мысль опять? До этого решили. До того, как в исходе не дали. До исхода. Что, Абрам не праздновался? Ну, как-то да. Не шабатился? Вот, как-то да. А когда, извините, это появилось? До исхода. Ну, а я же сказал, до исхода нет. Почему? Ну, понятно. Потому. Я просто читал в районе стихи. У них там вроде, знаете, такое было. У них там долгая вообще дискуссия. Кому была дана Торова? У них там не складухи выходят. Вообще, она была дана Адаму, если вы еще не в курсе. Я вам говорю, вы аккуратно это все читайте. Итак, еще раз. Мы знаем о том, что семь дней Всевышний работал? Да. Шесть. Внимательно слушайте. Я же предупреждал. Ну, что вы так? Семь или шесть? Шесть. А в седьмой он отдыхал. Мы не видим в Писании, чтобы все человечество следовало этой модели до исхода. На пути из Египта появляется заповедь о Шабате. Она появляется еще до прихода к горе Синай. Она появляется еще до Деколога Маше. Первые заповеди закона Маше были даны где вообще? Кто сказал? Я понял. Молодец. Он подает правильный ответ. Мы его за это накажем. В Египте заповеди о Песахе, мои хорошие, которые мы сегодня будем праздновать, даны где? В Египте. Потом по дороге из Египта они получают ряд законов и постановлений. К примеру, место под названием Мера. 15-я глава, 25-й стих, часть Б. Это уже 26-й стих. И это все происходило вместе под названием Мера. Да? Понятно, да? Ну и в 16-й главе, соответственно, можете почитать заповеди, которые были даны в частности о Шаббате. И в 17-й главе вы можете поискать, и в 18-й, в 19-й нет, а в 20-й это уже доколох 10 заповедей Моисея, которых еще скрижали не было, а они уже, извините меня, были. Потом вы можете прочитать 21-ю, 22-ю, 23-ю главу, которые содержат заповеди и постановления. И в 24-й появляется понятие книги завета, которая была дана Моисею, которую он уже читал, и на основании которой евреи вступили в завет с Богом. Понятно, да? В завет они вступили, а, извините меня, скрижали, еще не было. Их даже не разбили, их вообще не было. Они в проекте появляются только в 32-й. Там мы, кстати, их разбили. Все понятно? Как-то складывается картина исхода пока.